Мочевина, самый верхний рисунок, та самая мочевина, которую Миллер получил в помпочке. Ну, простенькая молекула, чего бы ей не образоваться при определенных условиях неживочной родницы. Молекула. Затем идет второй под уровень, макромолекула. Мы об этом с вами говорили за первые месяцы, о том, что молекулы, входящие в состав своих организмов, отличаются должностью, организованностью. И вот здесь на картинке приведена одна молекула, в прошлый раз я вам показывала белок вируса, гриппа. Здесь неважно, что я даже не отметила, просто видно, что по сравнению с обычными молекулами в прошлой природе, сложность растет молекул. Макромолекула, большая молекула, как правило, это полимеры. Мы, пожалуй, наверное, со следующей лекции начнем разбирать уже конкретные белки, углеводные кислоты, и увидим, что это естественные биологические полимеры. Макромолекулы объединяются в макромолекулярные комплексы. Когда сейчас просто это отметьте себе, а мы потом, когда будем разбирать белки, это подробнее рассмотрим и посмотрим, какие физические силы лежат в основе того, чтобы макромолекулы, полимеры объединялись в комплексы. Это не химическая связь, это чисто физическое явление. Мы это все рассмотрим в тени белок. Но как пример макрокомплекса приведена молекула гемоглобина. Это четыре большие макромолекулы, которые объединены в отдельную систему. Макромолекулярный комплекс. Но, наконец, последний подуровень в этом молекулярно-этическом уровне – это органел. Слово очень понятное – орган. Мы все имеем орган. Сердце, печень, почки – органы. Органел – это маленький орган. То есть это орган, который находится не в теле организма, в состав тела организма, а в состав клетки. Это орган внутриклеточный. Поэтому он называется органел, маленький орган. И здесь приведена метафондрия. Органел или органол – это синонимы в разных литературах по-разному. Мне больше нравится органел. Что важно отметить и запомнить это? Это будем вас спрашивать на защите. И вообще вы должны знать. Вот мы с вами разбираем многоуровневую систему жизни. И разбираем первый макромолекулярный генетический уровень. Что? Это уже жизнь, то, что мы смотрим? Ну, маленькая, но очевидно. Лежит у вас в бутылочке. Просходим они, да? Ну, что ты честен. Все. Ну, смотрим. Ну, пересни, ну, если я. Пересят, ну, пересят, ну, тратим. Что? Это уже жизнь? Что? Так вот, ну, тут надо вот что для себя пить. Что по макромолеку комплексы органоидов, они, безусловно, необходимы, потому что они отвечают за какие-то специфические свойства клетки. Они пополняют какие-то специфические функции. Вот вы будете с этой клеткой устранить, изучать, да? Вы видите органел или органоиды, и все узнаете. Что они устроены таким образом, что каждая органелла выполняет дающую физиологическую функцию. Но важно то, что функция и вообще их функционирование проявляется только в составе живой целостной клетки. Если вы выделите, то никакой жизни, никакой функции у них не будет. То есть получается, что отдельные, видите, это слово, я писала, отдельные молекулярные диетические структуры не обеспечены того критического уровня, который называется жизнью. Мы с вами на первой лекции как раз разбирали признаки жизни, которые обязательно должны заличествовать все семь штук. Так вот этот уровень, парикулярно-генетический, не обеспечивает реализацию всех этих семи признаков. То есть полноценное жизненно название. Это база, это база, на основе которой складывается уже настоящая полноценная жизнь. То есть это как бы самый нижний базовый молекулярный. Ну, я думаю, что это как-то понятно. Полноценное генетическое. Он назвал генетическим. Его можно было еще молекулярным назвать. Ну, генетическим названием, потому что тут речь идет сразу же о хромосомах, о белках. В том, что ходируют на ответственные признаки, они важны. Значит, уровень, да, молекулярно-генетический. Жизнь, она не обеспечивает. Второй уровень у нас был, да, второй, не туда нажал. Он-то генетический. Он-то генетический. Там мы писали четыре подуровня. Это клетка, это ткань, это орган и организм. Вот слева этот столбик. Клетка, ткань, орган и организм. Значит, слово антигенетический вам понятно. Он-то сосок генослаждения, происхождения. То есть речь идет уже о организме. И вот, если вы посмотрите, вы можете сказать, что слишком как-то у нас широкий получился уровень от одной клетки до целого организма. Как бы последовательность, то понятно, клетка, клетки одинакового строения, одинаковые функции объединяются в ткани. Ткань формирует какие-то органы. Ну, а все органы, например, как-то устранят в организме. Ну, слишком большая часть, это большая, но и главная клетка, и, например, целого человека. На самом деле, разницы принципиально нет никакой абсолютно. Потому что в реальных случаях понятия клетка и организм полностью совпадают. Я вот привела вам две иллюстрации, подтверждающие это статус. Когда совпадает понятие клетка и организм, слева нарисована амёпа. Амёпа. Многие видели её, наверное, в школе, на уроке природоведения, вам под микроскопом показывали. А клеточное животное, которое живёт в жизни, полноценное животное, но оно одноклеточное. Это одноклеточное. Но зато все, скажем, по функции живого, этому животному присуще всё, о чём мы говорили. Нормальный, полноценный, а также клетка. А справа показана зимоза клетка человека, яйцеклетка, сразу же после облаготворения. Видите, она ещё разделиться не успела. Единственное, что начало происходить, может быть, вы увидите, в серединке два таких пятнышка. Это ядро, ядро лицеклетки, начало делиться ядром. Идёт карио, кинезис, разделение ядра. А сама клетка ещё не разделилась. Одна клетка. Но, тем не менее, это уже организм. Будущий организм, который в процессе развития, вот, приматился в человека. То есть клетка и органой, и организм, понятия, суть одно и тоже. Суть одно и тоже. Важно, что только этот уровень показывает нам, что клетка – это наименьшая элементарная живая система. Вот на этом уровне жизнь уже проявляется. Вот на этом уровне уже все признаки живого мы можем зарегистрировать. Значит, клетка – это меньше элементарная. Ну, собственно говоря, мы про это говорили вчера, на прошлых занятиях, когда клеточную теорию шлейберной швагны вам написала клетка, наименьшая элементарная. Следующий уровень… А, да, ну, это я вам не буду говорить, это у меня для медиков слабоставлено, потому что у медиков все никак не было, у них есть своя классификация, это как раз. Следующий вид популяционно-педагогичный уровень, где входят всего лишь два хода уровня – популяция и вид. Здесь я хочу вам дать понятие, чтобы вы представляли, что такое вид, что такое популяция. В экологии я немного об этом говорю, но там, как-то, мне кажется, я не помню, очень бегло. А здесь вы, если это условия, в следующем году будет совсем просто. Мы с вами несколько раз уже говорили о том, что существование одной особи для природы в целом, для эволюции, ничего не значит. Ну, что там одна особи. А единица, с которой работает эволюция – это вид. Так что такое вид, поэтому нам надо определить. Вид – это совокупие, исторические даже, если сложился, совокупие организма, сходу по морфологическим свойствам, способность свободно скрещаться между собой, давать на виды потомства, ну и занимающий определенный ареал. То есть все определения вида я сюда включила, потому что определения вида на самом деле несколько. И одни отражают одну сторону другую, другую, я тут собрала все вместе. Но вот приведены два вида вам, словно и выше. Понятно, что они отличаются по морфо-физиологическим свойствам, по форме, размерам, по физиологическому, по температуре тела, то есть терморегуляции, по способу питания, по длительности жизни, всему отвечают. Способность свободно скрещаться, ну, слон никогда не родит мышь, а мыши, понятно, размножают легко, дают водовида потомства и занимающий определенный ареал. Вот про последнее сейчас немножко поговорим. Но про то, что одного вида – это как бы нам понятно, да? Определенный ареал. Вот когда мы говорим про ареал, вы, может быть, сразу вспомните слова, термины, которые мы встречали в литературе, в литературе, в литературе. Такие вещи, как эндемичные виды. В начале такого, в литературе, вот такие специфические термины видов образуются, когда исследователи рассматривают место, в котором обитает тот или иной вид. Ареал, ну, грубо говоря, это место. Либо это территория, если это наземный вид какой-то, либо акватория. Ведь ареал, понятие ареала – это как бы географический критерий вида. Одни виды обитают на основе вместе, другие – в другом. И граница ареала существенно различается. Существуют виды, которые живут на очень маленьком, изолированном участке. И такие виды называются эндемичные виды. Вот этот термин наверняка будет встречающий. Казета. Эндемичный вид. Вот, например, вид приобурских тигров. Это вид, который только живет в Макжунской тайге. Нигде его больше на суббине не было. Это Путин, да, там, откладывал какие-то деньги для того, чтобы в питомниках таких тигров подпитать, организовать, чтобы у них восстановить их численность. Хотя надо сказать, что лет 30 назад усыбийский тигр практически исчез. Их насчитывали буквально пару десятков штук. А у любого вида есть критический уровень, когда уже вид пропадет. Но, к счастью, удалось его восстановить. Природа. Разные, методами и так далее. Но, тем не менее, вот сегодня живет на себе такой вот эндемичный вид, как, я можете сказать, у нас живет в России. Бывают другие виды, у которых ареал – это вся планета. Такие виды называются космопаниками. Вот два вида космопаниками, которые вы все видели. Бабочка, чертополоховка, все видели у нас маска на наших волосах. Или крапива из растений. Да, вид космопаниками весь день живут. Ну, можно еще много что привести. Ну, тараканы, например. Виды космопаниками, значит, когда мы говорим о видах, вот это вот последнее слово, что виды, в определении последней фразы, что виды живущие в определенном реале, тараканы делят виды на разные категории виды эндемии и виды космопаниками. Как вы видите, как сложно устроена у нас природа. Чаще всего, да, ареалы разорваны, разорваны. И виды существуют отдельными группами. Ну, вот смотрите, та же самая крапива. Везде же, да, она и у нас красивая, и в Америке красивая. Да, она похожа по строению, по виду, по функциям своим, ну, как бы, по визиологии. В принципе, она может скрещенться, то есть крапива американская может опылить нашу крапиву куральцу. В принципе. Но реально она же не может это сделать. Реально. Она в Америке, а мы где? Точно так же и многих животных. Вы помните, я вам рассказывала тогда про эволюцию, я вам рассказывала, собственно, эксперименты про амфилии, которые живут там на Крылова, мы исследовали в парке ЦПКО и так далее. Я вам говорила, что мы брали один вид, лягушка травина, рано-темпоральный. Один вид, значит, они могут скрещиваться, они похожи и так далее. Ну, живут там, но в парке другая на Крылова. Где их, где их скрестятся, не скрещатся. Значит, получается, что ареал обитания этого вида разорвется. И образуются как бы отдельную группу организмов одного вида, но которые живут из-за венгана. И вот такие группы называются популяциями. Популяция. Популяция – это слово народ населения. Вот тут схематично с верхом как раз нарисовано. Вот какая-то ареал дежурный, виды. Там можно выделить какие-то области, которые елены друг от друга. Внутри этой области тоже есть какие-то места. Места, ну вот это как болото на территории Екатеринбурга. Вот рудо. Кристально-экорриды. То есть популяция – это элементарная структурная единица вида. Тоже би одного вида. И, собственно говоря, вот это вот разделение на популяции идет только по территориальному признаку. Только лишь потому, что они не могут контактить друг с другом. То есть у них не реализуется всего лишь одна птица. Они не могут свободно скреститься друг с другом, да, потомство, потому что они территориальные разделения. А если их взять, то возьмите лягушку с парка или с другого места, посадите им одинакован. Они будут размножаться в разных прикрасках. Поэтому получается, что вид – это всегда совокупность самых разных популяций, которые живут, вот как крапива африканская, американская, наша уральская, но тем не менее так и крапива. Когда речь идет о возникновении популяции, вернее, не так, а соотношении популяций-вид, очень часто делают ошибку. Кстати говоря, там где-то в тестовом контроле есть один такой вопрос, на который не всегда правильно отвечают студенты. Каким образом, что первично образуется, как вы видели популяция? То есть на самом деле популяция – это вторичное явление. Она образуется, когда организмы одного вида начинают расселяться по разным территориям, а не наоборот. То есть вид не может возникнуть при объединении разных популяций. Вид – это вот снизу написано, вот один вид, и дальше идет, ну, например, расселение по островам. Да, тут про птичек это я брала схему про расселение птиц по птичьим базарам. Когда птицы одного вида гнездятся в определенных территориях и начинают приобретать некоторые отличительные признаки и организуют разные популяции. То есть вид разделяется либо естественным путем, ну, например, жили на большом острове, потом остров в результате землетрясений разделился на много маленьких, где животные остались и стали разные популяции. Либо искусственным путем, благодаря деятельности человека. Ну, с этим я, например, сталкивалась неоднократно. Вот возьмите, как у нас строительство, у нас идет все время около города, лес, поле, болото. Провели дорогу по болоту, засыпали насадь, сделали автостраду. Болото разделили по балам. С одной стороны болото, с другой стороны болото. Лягушки жили одинаково. Они не могут через этот насадь, через дорогу прийти друг к другу в гости. И все. Образовались две популяции. Несколько поколений размножения пройдет, и они будут, да, разные популяции. И может быть, через некоторое время у них возникнут какие-то отличительные признаки. Как вот я вам расскажу, например, с нашими городскими людьми. Может быть, одна сторона болото будет чистая, а другая нет. Значит, я думаю, что в популяции начинают накапливаться изменения. Более того, изменения, которые накапливаются в популяции, часто имеют наследственный характер генетический. Ну, случайно. Вот случайно, что я могу так сказать, то случайное изменение делается. Случайно, например, в популяции произошло изменение, и они начинают передаваться из поколения в поколение. И, значит, популяция становится часто. Ну, а последнее у вас, вероятность, 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 вероятность. Вот, сейчас, пока запишите, я еще к популяции вернусь. Вот, мне в себе все время волновал вопрос. Я, кстати, что-то даже не знаю. Может быть, кто-нибудь реферация хочет написать, может, изучит этот вопрос и нам расскажет. По поводу популяции человека, вот расы, вот я не знаю, вам вопрос задаю, вот расы человеческие, это что, разные популяции? Ведь если мы все произошли от одного какого-то предка, мы, наверное, все должны были бы быть одинаковыми. Однако у нас часть людей стала жить на экваторе, они приобрели темную кожу, как защита от ультрофиомета. Другие стали жить в тундре, они при, как это было, в ленке, они приобрели узкие глаза, которые защищают их от яркого солнца, от летящего с неба. То есть они стали друг от друга отличать. Ну, вид-то один, человек разумный. А в архологическом они на что отличаются? Ну, что это, популяция? Не знаю, что такое раса человеческая. Что интересует, то посмотрите. Значит, следующий уровень беоцинофистов. Беоцинофистов. Вот тоже для общего образовательного уровня, чтобы вы просто себе представляли, что такое сообщество, беоциноф, беоциноф, беоциноф и беоциноф. На самом деле это очень просто. Очень просто. Ну, вот сообщество. Совокупность популяций разных видов на определенной территории. Вот у вас, в вашем любимом саду, есть искусственный водоемчик. Вы, знаете, сейчас продаю такие красивые пластиковые водоемы, и я так поеду. И вот вот этот водоем, я его заполнила водой, посадила там какие-то болотные растения, мгновенно там развелись водомерки, водяные жирки, и весной, когда у меня супруг ловит рыбу, я тогда запускаю таких-нибудь карасек. И вот там, в этом озере, изолировано от всего остального, живут разные виды животных растений. И вот все это, весь этот комплекс называется сообщество на определенной, сообществе объекта, где это будет. Так, на определенной территории, на определенной территории, то есть в моем конкретном водоеме. Ну а дальше, когда мы начинаем разбирать, кто там живет, мы всегда можем выделить трактные категории. Вот у нас живут растения, вот у нас живут животные, микроорганизмы, и поэтому так и называется фитоциноз, то есть циноз растений, сообщества растений. Зооциноз, сообщество животных. И микроциноз, сообщество микроорганизмов. Других цинозов быть не может, потому что у нас на планете три царства. Царство животных, царство растений и царство микроорганизмов. Так вот, цинозы, это, грубо говоря, царство конкретизированное. А вот если посмотреть совокупность всех обитаемых сообществ, это будет биоциноз. Потому что уже не отдельно фитоциноз, где только растения, или отдельно зооциноз, а все, он лес. Все, общество, все, полное. Сообщество более высшего рамка, это биоциноз. На большом, на большом пространстве, каком-то поле, луг, лес. Вот все это, биоциноз. Теперь, посмотрите, следующий уровень называется био-гео. Био-геоциноз. Вот здесь, в серединке вставлено слово гео. Ну, что такое гео? Геология, земля, место. Вот, чтобы понять этот термин, надо сказать, что биоцинозы всегда существуют на такой-то определенной территории, в каких-то условиях внешней среды. Условия внешней среды, это воздух, почва, освещенность, температура и так далее. И вот это вот место, место, где проживает то иное сообщество, называется биотоп. Топ, место, слово топография. Топография. Все знают, что это топография? Топография, рисуют карты. Так вот, биотоп, это место, где живет живое какое-то. Вот мы, если рассматриваем, какой-то биоциноз. И его рассматриваем не отдельно, а в совокупности с биотопом, где он живет. Вот, в серединке, как это называется, суфикс, поле, не знаю. Гео и стаблярность. Получается био, биоциноз. То есть, это совокупность и биотопа, и биоциноза. То есть, когда мы рассматриваем не только живую систему, а и их взаимодействие вот с внешней неэрганической культурой. Вот биоцинозами мы как раз будем заниматься на экологии, потому что экология – это наука, которая разбирает связи между живым и их взаимодействием. Биоциноз. То есть, вот те комплексы, где мы всегда можем выделить компонент в живую и не живую, в их совокупности. Это биоциноз. Ну, что я говорю, это просто для общего сведения, для уровня образования. Потом мы с вами будем это все на третьем курсе хорошо разбирать. А четвертый, я надеюсь, вспомнил. Если теперь в аттестации вам чуть-чуть не такой вопрос про биоциноз попадется, вы на него думаете. Ну, и, наконец, самый высший, самый высший уровень, подуровень этого уровня – это биосфера. Высшая – это системная объединение. Вот здесь уже все биоцинозы объединяются в единую систему, оболочку, которая покрывает нашу планету, которая находится здесь. Которая находится здесь. Учение Гернат, учение биосферы. Вообще о биосфере мы тоже будем говорить на третьем курсе, но сейчас вот некоторые моменты, просто я вам повторю, ну, и сейчас, я вообще вас видела, и повторю до четвертого курса, чтобы они вспомнили, что там было написано. Когда мы говорим о биосфере, возникает вопрос о толщине этого слоя. А где у нас жизнь находится? Где? На каком пространстве? И надо сказать, что это границы биосферы в разных местах нашей планеты разные, и часто трудноопределимы. Поскольку живое существо распределено в трех геологических оболочках Земли – это атмосфера, гидросфера и литосфера, то границы биосферы можно определить, попытаться определить во всех этих трех оболочках. Но возьмите атмосферу. Вопрос – как высоко у нас распространяется жизнь? Как высоко? До какого уровня можно встретить живые организмы? Оказалось, что в разных местах по-разному. В разных местах по-разному. С чем это связано? Я на самом деле не очень хорошо представляю. Вернее, не так. Вот это слово не представляю, по-разному. Известно, что ограничивает распределение жизни. Озоновый слой. Озонный слой – это экран, который предохраняет нашу планету от излучения космических лучей, как Солнце и так далее, который губительно действует на живую природу. Ниже озонового слоя нет, выше озонового слоя жизни нет. Это как экран ниже есть. А вот то, почему озоновый слой в разных местах планеты располагается на разной высоте, этого я не знаю. Это изучает геофизика, геология, не знаю, что. Вот четвертому курсу в прошлом году Юрий Васильевич Хачай читал «Геология». Может быть, он вам там рассказывал, почему озоновый слой на разных высотах. Я на самом деле не знаю. Это надо поискать, но не дошли руки. Поэтому высота разная. Высота разная и ограничена озоновым слоем. В Бандиле глубина тоже разная. Вообще считается, что там 10 километров и дальше жизни нет. И здесь ограничивающий фактор, ну, как полагание, это проникновение света. Вот если вот хоть один фотончик там вот достиг, сможет проникнуть в глубину, там же, в принципе, может быть жизнь. Потому что какое-то автотропное существо поглотит этот фотон света и может развиваться. Но на самом деле это все оказалось не так, потому что сейчас глубокогодные аппараты спускаются на очень большую глубину, там 15 километров и 20 километров, и находят форму жизни, где абсолютная темнота. Абсолютная темнота. И поэтому нижняя граница непонятна. Ну, а в литосфере, в Земле, тоже разный уровень и прогрессирование жизни. И здесь ограничивающий фактор температуры. Чем ближе к раскоперному ведру, тем горячее. И считается, что нижняя граница – это где-то километра три. А ниже трех километров уже горячая земля, и поэтому жизнь не живет. То есть в разных местах, ну и понятно, что если мы будем копать три километра с вершины горы, или с какого-нибудь панины, то разные глубины оболочек. Значит, биосфера, эта оболочка земли не равномерно распределенная по Земле, и самое главное, что эти границы все время меняются. Но вот смотрите, верхнюю границу мы же расширили, мы говорим о зоновой слое, да. А наши самолеты, или, нет, ну самолеты, ладно, они летают, не так говорят. Космические станции. В космических станциях есть свой биоцинок. Человек, микроорганизм, еще чего-то. Летают в космос, значит, мы верхнюю границу расширили. Нижнюю границу, тоже эти сверху, глубокие скважины. Бур туда пробурил, на буре микроорганизмы, какие-то плесень, я не знаю, там, занесли в землю и так далее. Но самое главное, что вот биосфера, это самое высшее экосистемное объединение на Земле. Вот четыре уровня. Сейчас я хочу вам вот этот слайд еще раз показать, чтобы вы просто его, вот, я знаю, чтобы вы проверили, что у вас, чтобы что у вас было записано. А это что, у меня не там стало? Нет, нет. 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 Мы будем переборщик делать, поскольку поздно начали. Сколько? Сейчас, наверное, 10, 10. У нас с вами осталось полчаса. Или прервемся. Прервемся? Не прервемся. Так, вы это проверили, потому что мы проверили, а я сейчас довезу. Ты... Сейчас надо. Знаешь, в 50-й минуте, у нас кто еще курил. Ну что? Что? Ну где опять у меня пропало? Как я... Что там делаю? Что там делаю? Что там делаю? Здравствуйте. Спасибо. Вам даже не пропало? Ну, как? Как? Спасибо. Хотите, не пропало? Нет, спасибо. Ага, ага. Ага. А что? Еще чего? Еще чего? Вон, где купили кейл? Вот это, кто еще... Это ж курка, знаешь, на сиденье. Придерживая. Нет, это в чем? Беленькая туда, мягкая. Вот на съезде было нельзя. Вот такие есть поменьше, есть побольше. Да, это у них как-то три. Ну, считай, сейчас пару дней недели. Таким, чтобы я не успею. Ага. Нету. Их всех есть, и тут батарея еще на все установили. Все, один, а, белый же. Еще и длинные, и мелкие, и четыре. Может, и вверх на кого-то там шхолад. Да. 14 градусов. Мы вчера сидели в лабораторе в старом здании. Это вообще капец какой-то. Мы сидели вот так, мы сидели в курсе, а можно было сейчас. По крайней мере, 15 градусов. А что вы нового не решили вас? Какую новую? Да, по-настоящему, вон. Не спел. Не спел. Не спел. Не спел. А, всякие там республики. Да. Не спел. Не спел. Не спел. Не спел. Может, не спел. Может, не спел. Другую человеку. А там, например, справка. Спортника. Вот теперь мы начнем новую концепцию. Новую концепцию. Вторая у нас там была материальная сущность жизни. Материальная сущность жизни. Материальная сущность. Сегодня только начнем, и будем на нем какие-то занятия для этого делать. Материальная сущность жизни. Ну, во-первых, материальная. То есть мы с вами уже сразу предполагаем, что будем стоять на позиции материализма. Материализма. На самом же деле, когда мы говорим о сущности жизни, вопрос материальный мир стоит и возник в древности, и до сих пор он как бы стоит на повестке дня. То есть два течения, которые борются друг с другом из какого веков – это материализм и идеализм. Вы на философии это все хорошо изучали. Помните, что такое идеализм, что такое материализм. В двух словах то, что относится к живому. Кстати говоря, вопрос, я вот тоже об этом говорила, что первичный в сознании материи – это вопрос биологичный. И поэтому нам важно. Каждому вам важно встать на какую-то позицию. Либо быть идеалистом, либо быть идеалистом. Я подозреваю, что вы, как студенты физического века, все-таки инструктивно уже стоите на позиции материализма. Наверное. Потому что вот среди гуманитария, там идеалистов достаточно много. И непонятно почему, они просто не знают физики, химические. Вообще не знают, что здесь на научной дисциплине. Поэтому на позиции гуманитария. Да вообще надо сказать, что когда речь шла о сущности жизни, взгляды человечества менялись на этот вопрос. И вот самые первые древние, там, истоители, они были, конечно, материалисты. Они видели все, как в природе происходит этот древний, интуитивный материализм. Про это мы не будем говорить. Возьмем пример ближе к нашему времени. Вот в конце 18-го, в начале 19-го века, когда техника начала развиваться, стали строить паузы, заводы, инженеры появились, инженерии вообще, машины, механизмы, к биологии стали относиться с материалистической точки зрения. И возникло такое течение, которое называли машинная теория жизни. Считалось, что живой организм ничем не отличается от аппарата или машины. То есть у него есть конструкция, у него есть какие-то программы, которые управляют этой машиной, и вот эта машина и работает. И нет ничего такого загадочного, чудесного в машинной теории. Но понятно, что эта машинная теория не очень долго продержалась, потому что все-таки врачи, биологи, раньше врачи занимались только биологией, открывали такие функции, которые трудно прописать в жестко заданную программу, как это любая машина делает. И в конце 19 века возникла материалистическая такая теория, которую называли физикализм. И вот она до сих пор занимает главенствующее положение в умах исследований. Физикализм вам должно быть это близко. Суть вот этого материалистического воззрения в том, что в основе любых процессов, происходящих в живых организмах, лежат физические процессы. Ну, физико-химические реакции. Так можно расширить. Физико-химические явления. Ничего нет странного, ничего нет удивительного. Во всем физические законы работают. И вот этот вот физикализм возник в 19 веке, и в 20 веке набрал, как это сказать, символ это движение. И понятно почему. Потому что физика стала владеть такими методами, что стали изучать живой организм все глубже, глубже, глубже. Возникла молекулярная биология. Мы молекулярных механизмов будем говорить с вами. И вот как только дошли до молекулярного уровня, оказалось, что все на уровне законов физики. Ничего там такого нет. Абсолютная физика. Абсолютная физика. И это течение, вот я говорю, до сих пор сохраняется. И я как бы, я приверженец именно этого существования. И казалось бы. Но ведь если так понятно, чего тогда противники и оппоненты существуют. Откуда они взяли? А понятно откуда. Потому что все-таки в живой природе много таких явлений, которых мы объяснить пока не можем. Особенно, конечно, связанных с человеком, с его мыслительной деятельностью, с его ментальной деятельностью, с психологией, с процессами происходящего мозга, с сознанием и так далее. Но не можем мы этого объяснить. И поэтому вот такие вот факты необъяснимые, они бьют вот эту мельницу идеалистов, которые считают, что все это там кем-то управляется. На мой взгляд, ну и вообще, на взгляд, наверное, физикалистов, ничего тут тоже странного нет. Просто сегодня мы этого еще не знаем. Сегодня у нас нет этих методов. А завтра, поверьте, мы все как бы откроем. Поэтому давайте будем исходить все-таки с позиции материализма. Хотя, я говорю, я ни на чем не настаиваю. Это как свобода вероисповедания. Вы можете выбрать для себя личное и идеалистическое. Вот. Ну, я буду вам рассказывать, кстати, для них материально. Значит, материальность существует. Наши организмы, наши организмы, наша жизнь, наши клетки, наши молекулы, собраны из элементов тех же самых, что и в неживой природе. Таблицы не имеют. Ничего удивительного, уникального у нас нет. Другое дело, что в состав живых организмов, конечно, входят не все химические элементы, а только 60 элементов обнаружено из этой таблицы, они тут сто лишних, обнаружены в живых организмах. Причем 20 из них имеют наиболее такое весомое значение. Весомые. 20, 20. Вы видите, 20. Вот этот слайд я вам уже показывала. Еще раз подчеркну, что видите соотношение элементно-празное и в живых организмах. Вот это кислород, углерод, азот и водород. Содержание химических элементов в теле человека. Вот 65% для кислорода, дальше желтый углерод и зеленый водород. Азот почему-то здесь они не нарисовали, не знаю почему. Химические элементы, из которых состоят любые организмы, и мы с вами в частности, подразделяются на три группы по количеству содержимов, содержания наших организмов. Это макроэлементы, которые составляют основную массу нашего тела. Это вот те четыре элемента, про которые мы уже говорили. И сам вспомните, на цифру 98% веса или массы нашего тела приходится на четыре элемента. Водород, кислород, углерод и азот. Затем есть микроэлементы, это справа. Содержание которых единицы процентов. Ну вот один и девять, в целом. Один и девять, два процента. Это кальций, натрий, космос, ткань, масса, серо, слезо. Вот такие микроэлементы. И есть ультрамикроэлементы, содержание которых в сумме, суммарно, одна, не более одной сотой. Одной сотой. Сказалось бы, ну что про них говорить? Ну одна сотая процента. Это, посчитайте, вот вы, грубо говоря, если вы пятьдесят килограмм весите, сколько? Ноль один процент. Ноль один процент. Сколько это грамм там получается у вас? Ультрамикроэлементы. Но мы говорим об этом потому, потому что они имеют принципиальное значение для функционирования живого организма. Если бы мы рассматривали какой-нибудь неживой объект, неживой, ну какую-нибудь, я не знаю, балку металлическую, и хотели бы подсчитать себе механические свойства, упругости, взлом и так далее, мы бы какие-нибудь элементы меньше сотой процента даже мы учитывали. А вот для живых систем такие микродомы, которые имеют важное неправильное значение. Неорганические вещества, входящие в состав клетки, представлены в виде соли. Я сейчас основные понятия даю, а потом мы с вами все это подробно как-то, например, разберем. В виде соли. Из химии вы помните, что такое соли. Это объединение катионов и анионов. Поэтому в водном растворе соли, растворимые соли, они ассоциируют, распадаются на ионы, на катионы и анионов. На катионы и анионов. В водном растворе всегда соль, растворимая соль, находится в виде ионов. Анионов и катионов. И поэтому образуются ионные растворы. Вот вы сухо поставили, у вас нет ни одной молекулы натрий хлор. У вас есть катионы натрия и анионов и хлоя. Ионные растворы, образуются ионные растворы. Дальше. Вот вы сейчас это напомните, эту мысль, которая вам сказала, что соль в воде обязательно не ассоциирует. И дальше то, что не органические вещества в клетке встает. Значит, отсюда вы можете, наверное, сделать вывод, что все соли в наших клетках, вернее так, все не органические вещества в наших клетках находятся в виде ионного раствора. Да? Как бы вот такой вывод прямо напрашивается. Так вот, мы с вами на следующей клетке посмотрим, так ли это на самом деле. И на самом деле внутри наших клеток есть истинные ионные растворы. Или это неправильно, не так. Вот, сейчас будем пока исходить из того, что соль в ассоциирование образовывается, образовывается ион. Возникает два вопроса. А партнер распределённых клеток находятся в третий ионном свободном состоянии. И вопрос играет на университетный раствор истинным ионным раствором. Странно мне казалось, что это у меня на следующий момент. Ну, сейчас посмотрим. А, я же взяла презентацию для медиков. Ну ладно, дома посмотрю. Вот этот материал, который я вам хочу сейчас представить, он взят из монографии американского профессора, про которого я вам уже рассказывала. Джеральда Коллока. Да, я знаю, чего у меня на той презентации было. Ну, придётся, придётся нам с вами, придётся нам с вами в следующей лекции немножко переделать. Мы сейчас должны были немножко про другое говорить. Ну ладно. Про Джеральда Коллока, клетки, гелии и движители жизни. Он в своей книге представлял данные именно распределения ионов клеток. Ну, во-первых, когда мы говорим о растворах, ионных растворах, надо просто вспомнить, какие растворы бывают. Вы это наверняка в каком-то предмите уже изучали, поэтому я вам только лишь напомню. В принципе, всё два раствора. Раствор – это какая-то глобатентная смесь. Здесь есть два компонента – растворитель и растворимое вещество. Это всегда двухкомпонентная система. Растворитель и растворимое вещество. И в физике знают, что существует всего лишь два типа растворов. Это ионные, истинные растворы, и растворы полонимые. Отличие очень простое. Очень простое. Каллоидные ионные растворы отличаются размерами частиц растворенного вещества. Вот в истинных растворах тот, который образуется при диссоциации солей, образуется ион. Ионы – это очень маленькие молекулы. И в принципе их размер сопоставим с размером молекул растворителя. Ну ион. Натрия – он по размеру не больше молекулы воды. И вот когда размеры растворенного вещества частиц и растворителя более-менее совпадают, образуются, может образоваться истинный ионный раствор. Так образуются растворы ионы, и малую борецовую соль, сахара, мислоты, жирные кислоты. Ну, как бы, венеры. Такие растворы полностью командирны. Ничего из них не выпадает. Ну, вот частицы, тем не менее, менее 1 мм, прозрачные. И самое главное, самое главное, что ионные растворы обладают способностью… Нет, ионы или так, частицы растворенного вещества, когда выполняют вещества, вызовы ионные растворы очень ионные, очень ионные растворные. Ну, это всех, друзья, прекрасно знают. Если бы суп посолили, он можно даже не мешать, просто пройдёт какое-то время. Ион, салит, есть равно лето калёный, потому что ионы соли и фундиную. Ионные растворы отличают над истиной только лишь тем, что частицы раздаёмного вещества значительно крупнее, чем молекулы растворения. Вот здесь картинка, когда белки, молекулы белка, распределены в каком-то водном растворе. Мы только что говорили, что молекулы, макромолекулы, они очень большие, очень крупные, очень сложные. Конечно, они больше, молекулы воды, во много раз. В 100 мм может даже быть. А у воды мы с вами потом посмотрим сколько. Так вот, когда частиц значительно больше, образуется такая дисперсная система, гидрогенная уже. Но, что главное, стабильная. То есть не происходит осаждение этих частиц. Осаждение. Это вот кисель, срахмал заварили. Это все, соль, слизи, это все коллоидные растворы. То есть там крупные частицы белков, полисахаридов, растворены и распределены равномерно. И сколько бы они ни стояли, никогда осаждение произойти не может. И здесь два слова. Можете себе запомнить, что жидкий коллоидный раствор называется золя. Вам это пригодится, когда вы будете изучать клетку. А вязкий клетку называется гель. Слова тоже очень знакомые. Гель, гель, да, гель для душа. Он, кстати говоря, не очень, очень плотный. Это так, старогое слово. Жидкий коллоидный раствор золь. Когда вы будете изучать клетку, встретитесь с таким понятием ацидо-золь. То есть внутреннее загружение отмечения. И блок, и мясо, и гель. Вот это вот раствор, это для медиков, и среди индустрии вам рассказывать не будет. Так все-таки, когда мы сейчас с вами подумали о растворах, какие они будут, какие они будут, как распространены в воздухе. Мы только что говорили, что ионный раствор очень легко проявляется в них в процессе диффузии. Диффузия, ну вот смотрите, у нас данная скалия. Но сойка может и она постепенно, и довольно быстро становится равномерно окрашена. Или вот снизу схема написана полупроницаемая мембрана, растворитель, и в одну половинку насыпали в какую-то соль, она ассоциировала, и ионы стали проходить через полупроницаемую мембрану, через некоторое время концентрацию и обмену. Диффузия в жидкости использует диффузии. Вот и среди них. Так вот, внутриклеточное содержимое. Это ионный раствор или нет? Вспомните все. Яйцо – это клетка, да? Это одна клетка. Внутреннее содержимое. Это что, вода? Вы все его видели. Как он строит бюро в жидкости? Это же не вода. То есть уже сразу можно сказать, что консистенция внутреннего содержимого клетки отличается от какого-то обычного водного ионного раствора. По ощущению – это колония. По ощущению – это колония. Поэтому возникает мысль такая, что, наверное, законы диффузии, вообще законы, свойственные обычному ионному раствору, не применимы к клетке. Ну, для того, чтобы это определить, стали использовать классические физические методы. Вот, посмотрите, три метода. Использовали радиативные, леченые атомы, когда брали некоторые, ну, какие-то там атомы. Атомы можно их пометить, физические делами, не знаю как. И затем посмотреть на снимках, каким образом эти меньшие атомы распределены в клетке. Можно применить электронные мискоскопии, для того, чтобы увидеть крупные, есть такие ионы, которые можно просто крупно увидеть, большие. И провести рентгеновский микроанализ. Это анализ быстрого замораживания образцов тканей. И затем уже замороженные образцы смотрят рентгенограммы, где-то, что распределяют. Вот, используя, это физики делают эту работу. И, естественно, био, ну, скажем так, биофизики. Биофизики. Потому что биологи поставили задачу, а физики эту задачу решают. И вот всеми тремя методами я их буду разделять, сразу скажу о том, что обнаружили. Значит, провели эксперимент, измерение. Да, теперь возникает вопрос, а на какой клетке вообще лучше проводить это измерение, если нам надо посмотреть, как там в клетке все распространено. Вот вы еще клетку не изучали, но когда будете изучать, вы увидите, что она имеет сложное строение, но, как правило, такое бессистемное, аморфное. Где-то ли дров, где-то там, митохондрии. Никакой регулярных структур в большинстве клеток вы не найдете. А хотелось бы найти такую клетку, где бы можно было, ну, какие-то найти регулярные структуры. И такую клетку нашли. Все эти измерения проводили на клетках мышечной ткани. Вот вы помните из школы, наверное, школы, из Алатонии, что наши мышцы называются поперечно-полосатые. Они называются потому, что если это микроскоп, под микроскопом надо так подстрелить на мышцу, а на самом деле две такие поперечные полосочки. И они образованы различными белками. Вот тут внизу, под фотографией, присылана схема, что мышцы у нас устроены таким образом, что, видите, очень регулярно, очень регулярно, параллельно друг к другу, расположены тонкие белковые нити, белковые филаменты. Вот просто отпачки белков. Видите, какая-то регулярная структура. Причём это всё очень чётко имеет свои размеры. Это легко проверяется. И мы знаем расстояние между зелёными и зелёными посетлениями, которые ограничены циркомерами, между белками. И вот эти, вот прямо коротковременная память у вас есть, вот буквально на пять минут запомните, что вот эта вот средненькая зона, вот эта, где толстый, сильный белки, миозин, называется А-зона. Вот эта плотная зона, где есть и тонкий, и тонкий А-зона. А И-зона, И-зона, это вот эта светлая зона, где белков мало, только-только полный тень. Так вот, всеми тремя методами было посчитано, что концентрация ионов в А-полосе в два раза превышает таковую в Е-полосе. И с одной стороны... Ой, сейчас... А нет, я всё... А, на то. В два раза превышает в Е-полосе. Вроде бы в два раза большая. Конечно, большая. Однако, где ваша кратковременная память, мы только что говорили, что в А-полосе белков много. Там толстые белки и тонкие. А в А-полосе их мало. Это получается, что свободного пространства в А-полосе достаточно. А в А-полосе там свободного пространства вообще нет. А концентрация задержания уже в два раза больше. Значит, если ещё пересчитать на свободное пространство, то оказывается, что эта полоса просто забита ионами. То есть там концентрация начнется значительно выше. Затем посчитали концентрацию ионокалия, это жизненоварный калий, внутри вот этой миофибрины и снаружи, за его пределами. И оказалось, что оно на 50% больше. Затем считали концентрацию натрия около клеточной мембраны и снаружи. Опять было показано, что резко уменьшаются по направлению внутренней клетки. У мембраны 40 мм, а на расстоянии всего 200 нм уже 17 мм. Разница. Видите, в два с лишним раза. Ионы кальция. Ион кальция – это мышечную клетку, изучаю, ион кальция – это жизненно важный ион, который инициирует и участвует в реализации мышечного сокращения. Без него нет ни одного движения мышечного. В участках активации, то есть там, где сокращение происходит, 200 раз выше, чем на удаленном. Вот видите, вот эти вот опыты, проведенные физиками, вот те тренеометоды, про которые я вам сказала, однозначно показывают, что ионы в клетке распределены неоднородно. Значит, ни о какой диффузии, классическом физическом явлении, речи быть не может. И сразу же, в заключение, напомню вам, помните, я вам говорила, что в биологии всегда задают вопрос, а почему, а зачем это нам? Для чего? Почему этот процесс имеет место быть? Так вот, спрашивается, зачем нужна вот такая разница концентрации? Зачем нужна диен-концентрация? И оказывается, все очень грустно. Биохимики знают, даже физиологи клеточных знают, что активация множества внутриклеточных физиологических процессов происходит при разных концентрациях того или иного иона. Для того, чтобы начать реакцию, нужно, чтобы концентрация какого-то иона повысилась. Так вот, представьте себе, если бы у нас был истинный ионный раствор. Все концентрации везде одинаковые. Никаких вариаций не происходило. Потому что вот если мы говорим о кальции, не равны, да, официально? Мы говорим о кальции. Если бы кальция равномерно была одинаковая концентрация, если бы она была одинаково низкая, мы бы не могли мышцы шире. Если бы она была бы высокая, у нас был бы риггер, окоченение мышцы, просто она сократилась бы, не могла расслабиться. Так вот, вот эти вот процессы неравномерного распределения создают разные локальные градиенты концентрации. А, соответственно, в клетке выделяются отличные функциональные участки. Когда вы самостоятельно будете изучать клетку, вы встретитесь с некоторыми функциями, вспомните вот это, о чем мы говорим. Давайте, давайте, наверное, мы с локаром, так, вот это мы можем прочитать, последнее, и дальше вопросов, то есть и твой. Значит, по крайней мере, вот различные градиенты концентрации, они существуют живые. Как только лекарь прикипает, все, все равнивается, и... Все, ребята, на сегодня все. Значит, не затягивайте самостоятельную работу. А, что тут? Что здесь, собственно, знаете, надо? На любую тему по диалогу, кто хочет. Благодарю.